После того, как я приготовил пивную закуску из грудки, у меня осталось красное мясо, кожа, а теперь из них я приготовлю вкуснейший рулет. Понадобится лук, чеснок, из специй мускатный орех, перец черный и хмели-сунели. Мне нравится этот вкус. Также понадобится вам мясорубка, на которую надо установить решетку 3 мм. Ну вот, необходимые ингредиенты почищены. Я еще решил добавить зеленого чесночка. Это было в моем ролике про Гроу-Бокс, который у меня теперь круглогодично произрастает, чтобы более красивая структура была у рулета. Кожу, чеснок и лук отправляем в мясорубку. Кожу, чеснок и лук отправляем в мясорубку. Кожу, чеснок и лук отправляем в мясорубку. Это коллаген, а он сам является очень сильно связующим белком при приготовлении. Поэтому ваш рулет, если вы его приготовите так, как это делаю я, не потребует никаких искусственных добавок и будет полностью натурален. Зеленый чеснок я нарежу мелко ножом. Я убираем в мясорубку. Я буду держать. Зеленый чеснок и лук отправляем. Изменяйте затянули. Зеленый чеснок и лук. Зеленый чеснок и лук! Продолжение. Зеленый чеснок. Зеленый чеснок и лук. Я думаю, что, если вы готовите так, как это делаете, это будет украшение среза ну и вкус даст хорошим теперь вот наше красное мясо значит его я измельчу на небольшие ломтики примерно вот такого размера не особо важно какие кусочки потому что все равно все это пойдет на засолку предварительную главное чтобы куски были такими какими они пропитаются нормально специями и солью за то время на которое мы отправим их созревать ну вот здесь уже и так все достаточно мелко собственно все вот что у нас получилось это у нас будет тот самый фарш из которого мы будем делать рулет или ветчину значит солить я буду так по наитию но сразу скажу тем кто любит по весам все делать не более двух процентов соли потому что в противном случае будет сильно пересолено и потеряется вкус добавляю хмели-сунели добавляю мускатный орех мускатный орех для чего небольшой привкус докторской колбасы у вас получится настоящий и молотый перец тоже немножко чтобы придать вкус и аромат готовому блюду все осталось добавить немного воды вообще по-хорошему не более 15 процентов от объема фарша почему нужна вода во первых она позволит соли и специи более хорошо проникнуть структуру мяса во вторых она его напитает и у вас блюдо будет более сочным вот все это я перемешал теперь пусть это просаливается отправляю в холодильник минимум на 6 часов а уж там как хотите можете и на сутки отправить если вам не горит приготовить блюдо чем дольше она постоит в холодильнике чем больше она будет просаливаться ну естественно в пределах разумного тем вкуснее будет итоговое блюдо потому что она будет более пропитно специями вот видите получилось вот столько все на созревание завтра будем заканчивать в идеале вам понадобится салфановая оболочка и шпагат если нет такой оболочки имеет возможность ее приобрести можно обойтись пищевой фольгой покажу как я перевязываю оболочку вообще в каждом крупном населенном пункте в городе имеется в виду есть компании которые продают всякие вот такие штуки для колбас для производителей если у вас появится желание и блюдо это понравится вы всегда сможете приобрести подобные вещи это целлофановая оболочка называется еще раз повторюсь мне не совсем удобно конечно это делать двумя руками было бы проще но так вам будет видно а Да, целлофановая оболочка, она проницаемая, пара проницаемая, поэтому идеально подходит для данного блюда. Ну вот, получили вот такую штучку, раскрываем в другую сторону, чтобы набить фарфом. А фарш уже созрел, и сейчас мы его набьем. Как видите, фарш наш впитал всю воду, стал такой вязкий, тяжелый. Вот, то есть созрел. Берем оболочку и закладываем туда фарш. Конечно, фарша мало для такого размера оболочки, но раз уж мы разбираем одну курицу, то с этой одной курицей и готовим. Посмотрим, сколько выйдет в результате. Не рекомендую вот такую набивку производить через мясорубку, больше грязи разведете, проще ложкой и рукой уже утрамбовать. Естественно, надо стараться, чтобы минимальное количество воздуха было, потому что требуется определенная плотность продукта для его более нормального приготовления. Уплотняем, скручиваем оболочку и перевязываем получившийся батон. Я сделаю, наверное, три стекла. Этого вполне хватит на такой размер маленький. Здесь что-то, видимо, около килограмма. Может быть, чуть побольше, но после термообработки, так как я уже говорил, оболочка паропроницаемая, часть веса будет утрачена. Вот остался длинный хвост. Значит, на время приготовления мы его просто подвернем сюда под оболочку, под шпагатик вернее. Хотя слишком длинный можно отрезать. Такой длинный не нужен. Подогнем вот так, чтобы во время термообработки положить его наверх. вверх вот этой вот зоной, чтобы, если даже что-то не плотно завернуто, чтобы не потекло. Вот, теперь этот батончик на 4 часа при температуре 80 градусов в духовку. Задача, чтобы в толще температура достигла 72 градуса. Ну вот, приблизительно при 80 градусах за 4 часа этот процесс и происходит. Ну вот, отправляется он в духовку. Значит, выставлено 4 часа. Ну, здесь время текущее. А выставлена температура с обдувом. Режим духовки и 4 часа. Ну вот, можно показать, я уже включил. Сейчас он покажет время выставленное. Вот, осталось 3,58. Все, отправляем его готовиться. Ну что ж, готово. Отправляем остывать, а потом в холодильник, чтобы окончательно подстыть. Ну что ж, посмотрим, что получилось по весу. 834 грамма. 1034 грамма. 1137 граммов. 1 сюда�5 граммов до 15, experimentю. 2 1 век. 5 сот нед것. Продолжение следует...